Всем привет! С вами канал Космостар. 20 июня ей могло бы исполниться 82 года, но в 1997 году она ушла из жизни. Ей было отведено всего 56 лет, из них она только 20 лет снималась в кино. Во ВГИКе ее называли советской Одри Хепберн и прочили блестящее будущее. Поначалу прогнозы педагогов и коллег осуществились, ее звезду зажег сам Иван Пырьев. Однако после 1980 года ее больше никто не снимал, а из театра пришлось уйти. Кто препятствовал ее кинокарьере и по чьей вине одна из самых красивых актрис СССР оказалась на обочине жизни, далее в нашем обзоре. В том, что Людмила Марченко станет артисткой, никто не сомневался, она заявила об этом еще в детстве. В школьном театре она участвовала во всех постановках, а в старших классах даже сама ставила спектакли. После окончания школы подала документы во все театральные вузы Москвы и ее готовы были принять в Щукинском и Щепкинском училищах и во ВГИКе. Людмила остановила свой выбор на последнем. Ее однокурсниками были Андрей Кончаловский и Владимир Ивашов. К моменту окончания учебы она уже снималась в кино и была достаточно известной актрисой. После ВГИКа ее приняли в труппу экспериментального театра, студии Пантомимы, а спустя два года она перешла в театр, студию киноактера, где проработала почти 20 лет. Но сама актриса признавалась, что кинематограф был ей всегда ближе, чем театр. Она начала сниматься еще на втором курсе, когда Григорий Козинцев доверил ей небольшую роль в своем фильме «Добровольцы». Спустя год она исполнила главную роль в фильме Льва Кулиджанова «Отчий дом». Но настоящей звездой ее сделал Иван Пырьев, знаменитый режиссер, создатель и первый руководитель Союза кинематографистов СССР в 1954-1957 годах, директор киностудии «Мосфильм». О нем говорили, что он может сделать кинозвездой даже прачку. Он был вхож в кабинеты первых лиц государства и в мире кинематографа, считался одним из самых могущественных и влиятельных лиц. За Иваном Пырьевым закрепилась репутация деспотичного и мстительного человека, молодые актрисы, которые не отвечали взаимностью на его ухаживание. Оказывались за бортом профессии и тут же пропадали с экранов. Когда они впервые встретились, Людмиле Марченко было всего 19 лет, а Пырьеву уже 58, к тому же он был женат на актрисе Марине Ладыниной. Но режиссер потерял голову от молодой красавицы и тут же беспропа утвердил ее на главную роль в свой фильм «Белые ночи». Первое время актриса благосклонно принимала его ухаживание, не рискуя ответить категоричным отказом, но и не отвечала ему взаимностью, она влюбилась в своего партнера по съемкам Олега Стриженова. Он был женат, к тому старше ее на 11 лет, но их роман вышел за пределы съемочной площадки. Тем временем Пырьев не отступал и даже помог своей избраннице получить квартиру, не зная о том, что там она встречается со Стриженовым. Пырьев не привык отказом и преследовал актрису с маниакальной настойчивостью. Но своему могущественному покровителю она по-прежнему не говорила ни «да», ни «нет», отказываясь от близких отношений. Когда Пырьев узнал о ее романе с Стриженовым, у него случился инфаркт. А Стриженов так и не решился уйти из семьи, даже после того, как актриса забеременела. Она сделала аборт в домашних условиях, из-за чего осталась бесплодной. После этого их роман с Стриженовым закончился. После этого актриса вышла замуж за студентом Владимира Вербенко. Узнав об этом, Пырьев устроил в ее квартире погром. Но этот брак долго не продержался, из-за ревности супруга. Вскоре после развода актриса познакомилась с геологом Валентином Березиным, и у них начался роман. Когда об этом узнал Иван Пырьев, он был вне себя от гнева. На этот раз его недовольство имело серьезные последствия, он запретил всем режиссерам снимать Людмилу Марченко. Леонид Гайдай планировал снять ее в главной роли в своем фильме «Кавказская пленница», но в результате утвердил Наталью Варлей. А Марченко даже перестали пускать в дом кино и на масс-фильм, аннулировав ее пропуск. Пырьев оставил ее в покое только незадолго до смерти, когда женился на молодой актрисе Леонели Скирде. В 1970-х годах Людмила Марченко сыграла всего одну роль в короткометражке «Что-то с телефоном», а в 1980 году снялась в своем последнем фильме. Небольшом эпизоде картины о бедном гусаре «Замолвите слово», где ее имени даже не было в титрах. После того, как ее перестали снимать, в театре ей ясно дали понять, что ей пора уходить. Марченко пришлось написать заявление об уходе по собственному желанию. После этого она устроилась на масс-фильм ассистентом режиссера, но вскоре и там работы не стало. Семейная жизнь актрисы долгое время не складывалась, гражданский супруг Валентин Березин ревновал ее и поднимал на нее руку. Однажды он, поверив слухам о ее романе с Пыривым, так сильно ее избил, что врачи института Склифосовского едва спасли изуродованную женщину. На ее лице остались шрамы на всю жизнь. Но Людмила не признавалась в том, что была избита супругом, она всем говорила, что попала в автокатастрофу. А спустя два года после этого инцидента Марченко узнала о том, что у ее мужа есть внебрачный ребенок и ушла от него. После этого она попыталась наладить личную жизнь и вышла замуж еще раз за администратором из концерта Виталия Войтенко. Он нашел для нее пластического хирурга и убедил сделать несколько операций, чтобы Людмила могла вернуться в актерскую профессию. Но все прошло неудачно и результат ужаснул актрису. Муж помог организовать Марченко творческие встречи со зрителями. Какое-то время она вместе с Владимиром Высоцким гастролировала по городам СССР. Но зрители ей повсюду задавали один и тот же вопрос, о том, где она сейчас снимается и когда вернется на экраны. На это у нее не было ответа. Актриса сломалась окончательно, пристрастилась к алкоголю и снова осталась одна. Судьба была благосклонна к актрисе, после всех пережитых испытаний, ей посчастливилось еще раз встретить человека, который хотел связать с ней свою судьбу. Художник, график Сергей Соколов стал ее последним мужем. Он приложил все усилия для того, чтобы помочь ей избавиться от алкогольной зависимости, каждую весну и лето увозил ее в деревню, где писал картины, а жена ему позировала. Они прожили вместе 21 год, до самой смерти Сергея. А через несколько месяцев после его ухода не стало и самой Людмилы Марченко. Заболев гриппом, она отказалась обращаться к врачам, не принимала никаких лекарств и 21 января 1997 года скончалась на 57 году жизни. Сестра актрисы говорила, что незадолго до смерти Людмила призналась, кинематограф ничего ей не дал, она осталась без детей, с изуродованным лицом и сломанной жизнью. В молодости ей казалось, что она вытянула счастливый билет, но он превратил ее жизнь в настоящий кошмар.